Друзья мои, чем бы мы ни занимались, в смысле зарабатывания денег, у нас всегда есть определенные риски. Ну, в том числе в бизнесе, в бизнесе риски огромные. И я уже говорил, что я хочу заняться новым бизнесом, то есть продавать товары через интернет, которые я буду возить где-то с границы с Китаем, из Казахстана. И я уже столкнулся с рисками, то есть с мошенничеством. Вчера меня чуть не обманули. Всего одно лёгкое движение. И тебе доступен YouTube, Instagram, Facebook и прочее в полном объёме, без всяких ограничений, потому что ты формально в США. Размести значок VPN на главном экране и сделай за правило входить в интернет через VPN. Итак, здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Ну, как я уже говорил, что всюду есть риски, абсолютно всюду. И есть мошенничество, есть всякие нехорошие люди, которые стремятся нажиться на нас с вами. И к этому надо быть готовым. Всегда есть риски, значит, встречи с государством, с бандитами какими-то, с мошенниками. Вот. Рассказываю, что у меня случилось. Итак, смотрите, я решил начать с того, что я заведу, по крайней мере, в Авито аккаунт и начну продавать то, что мне не нужно. Потому что для того, чтобы купить что-то не нужно, надо продать сначала что-то ненужное. Ну, и, по крайней мере, я приобрету какой-то опыт, потому что, ну, вот в данном случае это мне ничего не стоит. То есть я сходил, сфотографировал что-то, разместил объявления и так далее. И я нашлепал таких объявлений. Ну, у меня уже были старые объявления, которые я просто, ну, возобновил. Так, сейчас я покажу. У меня были старые какие-то фотоаппараты, значит, старые объективы. И я решил, ну, во-первых, их продать, а во-вторых, то, что мне не нужно сейчас. И я возобновил публикацию этих товаров и начал вносить уже что-то новое. Там дворники какие-то, щетки. Вот вы сейчас видите бокс для, багажный бокс на машину, потому что машину недавно поменяли, и на новой машине нету рейлингов. И вот телефон старый, от сердца отрываю, кстати. Мне, ну, пошли сообщения какие-то там, спрашиваю что-то люди. И на WhatsApp приходят сообщения. Посмотрите. Девушка на фотографии, очень милая, сейчас я вам ее покажу. Вот такая девушка, Светлана. И пишет. Здравствуйте, увидела ваше объявление на Авито, вы еще продаете фотоаппарат? Я такой, блин, у меня там два фотоаппарата. Да, фотоаппарат продается, я такой. Ну, какой фотоаппарат? Думаю, блин, фотоаппаратом меньше всего интересовались, потому что фотоаппаратами сейчас не особо интересуется. У всех есть камера на телефоне. Пишет. Хочу купить Nikon D3000 в целом как состояние. Ну, отличный фотоаппарат, он работает, значит, состояние отличное, можно посмотреть. Хорошо, я поняла. Я сама из Владимира, сможете отправить доставкой? Я ее оформлю и оплачу. Ну, конечно, могу. Авито, она позволяет там отправлять с доставкой, я это знаю. Вот, доставочку оформила, можете принимать оплату. Смотрите, предыдущее мое сообщение. Смогу через Боксбери, у меня тут рядышком, Боксбери, это действительно, через Авито, пожалуйста. То есть, я пишу, через Авито, пожалуйста, потому что меня сразу насторожило, что она обращается ко мне через WhatsApp. Почему? Ну, на Авито, вообще говоря, скрывается номер телефона. Ну, номер моего телефона, наверное, не такая большая проблема, его очень нетрудно найти. Вот, тут я ничего не удивлен, что она нашла мой номер телефона, я говорю, через Авито. Так вот, она игнорирует вот это сообщение, что через Авито покупку совершать. И пишет, значит, вот, типа, создала сделку, вот, доставочку я оформила, можете принимать оплату. Ну, у меня сразу такой щелчок. Опа, значит, почему она общается со мной через WhatsApp, а не через Авито. Вот, перехожу по этой ссылочке. Смотрите, видим, да? HTTPS, авито.ру, по-русски, тире, по юкс, сайт, ордер и так далее. Значит, там, ID, ну, здесь уже более-менее понятно. Вот, перехожу на этот сайт. Вот он. Авито, мой никон стоит. Выбрана доставка по городу Владимира, она говорила, что она из Владимира. Адрес доставки улица Ленина, дом 4, квартира 28. И, значит, получить средства. Вот, что вот самое интересное. Получить средства. Смотрите всегда внимательно. Ну, вроде бы все нормально, да? Но единственное, что ненормально, что меня насторожило, это то, что, значит, она мне прислала ссылку, значит, почему-то на WhatsApp, что вот она оформила доставочку. И, значит, 4500, как в объявлении, получить средства. То есть, я уже могу получить средства, то есть, она их оплатила, типа, и я должен отправить ей вот по этому адресу. Пойти и отправить по этому адресу телефон. И сейчас я буду получать средства. 4500 рублей. Смотрите. Перехожу сюда. Авито. Получение средств. Средствов, я бы так сказал. Никон Д-300, значит, заказ, такое-то безопасное соединение. Вот. Итого, к получению 4500 рублей получить средства. Надо ввести только номер карты, срок действия и CVC-код. Больше ничего. Все. Теперь давайте посмотрим, почему, так сказать, у меня это вызвало подозрение. Ну, во-первых, я уже сказал, что сайт выглядит подозрительно. Авито. Ару уже по-русски. Ру по-юкс и так далее. Теперь смотрите сюда. Вот сюда смотрим. И видим, что вот это вот выделено черным цветом, все остальное серым. Ну, там замочек висит, все дела. Но очень подозрительно мне стало, что это сайт какой-то такой. Честно говоря, я данные свои, естественно, не стал вводить. Я скопировал вот этот вот адрес. Вот этот вот адрес. Ctrl-C. И заинтересовался. Я, ну, во-первых, я заинтересовался этим адресом. Скинул этот, ну, нашел в Яндексе спорные, как бы, ну, проверить безопасность сайта. Там есть соответствующий сервис на Авито. Я скинул туда. Значит, Авито мне высказал, естественно, сразу, что это сайт не Авито. И к Авито он никакого отношения не имеет. Вот, соответственно, дальше я решил выяснить. Давайте возвращаемся сюда. Так, ну, там уже мне было все понятно, на самом деле. То есть, дальше я уже, детали, я уже сообщал в службу безопасности Авито номер телефона и номер девушки. Но я решил еще на всякий случай проверить. Город Владимир, улица Ленин, дом 4, квартира 28. Вот я решил зайти и найти этот адрес на карте во Владимире. Во Владимире, на удивление, ну, естественно, в каждом городе есть улица Ленина. Но вот во Владимире, это улица Ленина. Посмотрите, как выглядит. Вот сейчас я... Ну, короче говоря, вот он, дом 4. Вот он, видите, да, здесь дом 3, дом 2. 1, 2, 3, 4, 5. Что-то как-то... Короче говоря, я смотрю, домики какие-то совсем маленькие. Я решил посмотреть Google карты. Ну, вот, судя по всему, вот он этот дом 4 и там квартира 28. Ну, друзья мои, ну, дальше-то уже некуда. Все. Вот. То есть я, девушки, значит... Да, она тут это самое... Как работает Авито доставка? Мне сбрасывает, значит, там... Тра-та-та. Ну, как бы, мне уже тут все ясно. Я пишу ей, получается у вас, спрашивает она. Ну, конечно, получается. Да, как работает Авито доставка? Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу, значит, там, ну, какой-то скрин из Авито доставки. И написано, на вашей карте должна быть сумма, равная стоимостью товара. Для проверки подлинности карты мы заморозили ее. В течение 10 минут на вашу карту вернется замороженная сумма и оплата за товар. Сейчас! Ну, стандартная уловка, точно такая же уловка, кстати, ну, там, пытаются подловить на рынке Форекс. Вот. И, значит, ну... Тут какие-то, значит, она тоже приводит себе, значит, что... Почему не приходит оплата, значит, ну, они, так сказать, там, типа, оправдывают. Ну, я девушке скинул и говорю, вот ваш этот дом, так сказать, синий, да, там, квартира 28, вы точно уверены? Ну, вот. Ну, и, соответственно, я сообщил службу доставки Авито, безопасности, там, все эти данные по девушке. И они сказали, моментально ответили, что... Ну, как моментально, это поздно, вчера ночью было уже. Они ответили, что такой телефон на Авито не зарегистрирован, он заблокирован уже. Собственно говоря, все. Поэтому, глаз да глаз, смотрите, то есть, вроде бы я продаю товар, то есть, я ничего не теряю. Но, с другой стороны, видите, я сразу попадаю на фишинговый сайт. И здесь надо уже, ну, тоже держать ухо во строк, потому что, чем бы мы ни занимались, в начале бизнеса, конечно же, конечно же, мы можем попасть на каких-то мошенников. Вот такая история у меня случилась. Но, к счастью, я ничего не потерял на этом деле, и поэтому... Да, вот, я смотрю, значит, это самое, нашел, как его называется, просто в Яндексе. У меня купили товар через Авито, оплатили, и нужно было получить деньги, но у меня списали с карты. Как вернуть мне мои деньги? Вот, пожалуйста, на Яндекс.Кью есть очень хороший ответ по этому поводу. Вот, никогда не переходите по посторонним ссылкам и так далее. Я почитал, ну, в общем, сказать, ну, у меня сразу было все об этом понятно. Поэтому, друзья мои, всюду есть свои нюансы, подводные камни, смотрите на эти вещи. Ну, а я буду вам об этом рассказывать, а на сегодня все. Вот такая история со мной произошла. Пишите, происходили ли подобные истории с вами какие-то, тоже очень интересно, делитесь. И самое главное, мы с вами будем делать благое дело, освобождать этот мир от мошенников, и не давать им, мерзавцам, заработать, потому что в ближайшее время будет их достаточно много. Это будет распространенное весьма явление. Вырастет воровство, вырастет мошенничество, вырастет все прочее. К этому надо быть готовым, но такая у нас жизнь начинается. На сегодня все. Спасибо за внимание. С вами был Демитков Юрий. Пока, пока, пока. Я ухаживаю.